Особое мнение на 101FM Да, довольно сложная тема, поэтому пока не до отдыха Не до отдыха, особенно, наверное, тем, кто озабочен проблемой перепрофилирования предприятия в Мородыково Вместо химоружия там теперь будут уничтожать отходы первого и второго классов опасности Решение уже принято, подписан Дмитрием Медведевым документ За пять лет на переоборудование завода хотят направить 5 миллиардов рублей И еще на три таких же объекта по стране Речь о том, что в Мородыково появится что-то новое идет уже давно, уже, наверное, года два или больше Года два с половиной даже, я бы сказал Да, и я очень хорошо помню, что когда-то я была на пресс-конференции в правительстве Где сказали, что обязательно то, что появится в Мородыково, будут обсуждать с кировчанами Но вот сейчас оказалось так, что решение принято А у народа, и даже не только у народа, а, по-моему, и у депутатов, ни городских, ни областных Ничего не спросили Вот это правильно? Почему? Или это не нужно было? Смотрите, ситуация немножко даже сложнее, наверное То есть откуда взялась сама идея о перепрофилировании объектов? Деньги государственные и даже негосударственные Я напомню, что объекты строились в том числе на иностранные деньги Объекты по уничтожению химического оружия Это Мородыковский, Щучий, Камбарка и еще ряд объектов Деньги были потрачены колоссальные Инфраструктура построена, в том числе дома, в том числе амбулатории Социальная инфраструктура, мощнейшая энергетика И надо было думать о том, как сохранять рабочие места И как эти объекты задействовать в дальнейшем Потому что все запасы химического оружия в России Они уже уничтожены Быстро ничего происходить не будет Дело в том, что есть несколько рубежей До конца этого года все объекты по уничтожению химического оружия Бывшие объекты, это следует из паспорта нацпроекта «Экология» Должны быть переданы вновь создаваемому при корпорации Росатом Оператору по обращению с опасными отходами Отходами первой и второй категории опасности Этим будет заниматься не сам Росатом, а его дочка отдельная И никаких радиоактивных отходов У нас же сразу Росатом радиация, Росатом радиация На эти объекты не повезут Поскольку объекты по уничтожению радиоактивных отходов Они абсолютно специализированы И Мородыковский объект не может быть приспособлен под эти нужды И не будет приспособлен Что такое отходы первого и второго класса опасности? Первый класс опасности, например, это батарейки Которые мы не задумываясь часто выбрасываем в контейнеры Они загрязняют окружающую среду, попадая на полигоны А на всю Российскую Федерацию есть только один завод По переработке этих батареек в Челябинске Еще там речь о градусниках ртутных, что еще опаснее? Градусники, например, сегодня перерабатываются В городской черте города Кирова На объекте по переработке отходов компании Куприд Ну, на минуточку, да? То есть и вопросов этот объект не вызывает Буквально недавно там была проверка Росприроднадзора Которая мерила показатели по ртути в пределах Внешней границы объекта Ни одного отклонения от ПДК не имеется А надо понимать, что это совершенно иной класс опасности Точнее, иной класс объекта То есть там нет такой мощнейшей защиты Там нет системы изоляции воздушных потоков То есть это, грубо говоря, более примитивная технология 20-летней давности, то, что применяется на Куприде Значит, почему ничего не будет быстро происходить? Передача до конца года, да? Только должен быть создан оператор Только должен быть утвержден список отходов Которые могут перерабатываться этим оператором Пока он согласуется До 2021 года включительно Заканчиваются мероприятия по дезактивации объекта Мородыковский То есть уничтожались крайне опасные вещества Это не первый класс, не второй Это боевые отравляющие вещества Это зарин, заман, викс, безет Нервно-прилитические газы И не было допущено ни одной утечки То есть это для понимания того, что за объект У нас в Мородыковском стоит То есть оружие уничтожили И ни одного инцидента серьезного не возникало После 2021 года, точнее до этого момента Будет решено, что будет перерабатываться на этом объекте Пока решения нет Решение о выделении средств Решение о выделении средств Есть по 5 миллиардов на каждый из объектов Уничтожения химического оружия Это решение 30 апреля было принято А проектирование будет до 2021 года идти Дальше будет строительство На обязательный момент На этапе проектирования Проектирование обязательно предусматривает Общественное обсуждение В рамках проведения Государственной экологической экспертизы И вот здесь у меня вопрос Можно я его задам? Вот в этом месте люди смогут на что-то повлиять? Мнение людей на что-то? Может повлиять? Конечно, они смогут повлиять И я думаю, что Смотрите, на начальном этапе строительства И работы объекта Мородыковский Были допущены, наверное, все мыслимые ошибки То есть это общественность Не информировали должным образом Не включали инициативные группы общественников В том числе Союза химической безопасности В общественный аудит этого проекта Только поняв все эти ошибки Были выводы сделаны Были выставлены независимые посты Экологического мониторинга Людям дали возможность ознакомиться с тем Что будет на этом объекте Я уверен, что опыт негативный Строительства Мородыковского Будет учтен при проектировании Строительстве новых объектов Общественность узнает То есть почему обсуждение не проводили до сих пор? Нечего пока обсуждать То есть мы не понимаем Что конкретно там будет Какие соответственно будут Проектные решения предприняты Вот когда это будет Тогда можно говорить То есть паники быть не должно А как влиять можно? На что можно влиять людям? Есть предусмотренные законом Процедуры общественных обсуждений Где каждая сторона может высказаться Задать вопросы Ознакомиться с экспертизой в глубине Высказать свое мнение Или сомнения обоснованные В том Соответствуют ли Предлагаемые проектные решения Требования экологической безопасности То есть все что можно То есть все вопросы Которые могут возникнуть Они должны быть сняты И на этапе допроектирования И особенно на этапе Ознакомления с проектной документацией С государственной экологической экспертизой Просто на сегодняшний момент Действительно нечего было обсуждать Поэтому и обсуждение не проводилось Еще раз Мы не понимаем точно Что там будет Какие производства Но это будет обязательно обсуждаться Это точно А вот еще Требования закона Ну это вот такие технические Чистые технические вещи Да А вот что-то человеческое Например Когда строилась Мородыково Когда там шли Шло уничтожение Много какой-то социальной инфраструктуры Для людей появилось Вот здесь как-то Могут люди влиять Или к кому нужно людям обращаться Смотрите Во-первых Эта инфраструктура Она как минимум сохранится Потому что Если бы Не было принято Тех решений Которые там Федеральный центр принимает То судьба Поселков Которые окружают объект Ну была бы Наверное Незавидной Потому что Люди работали Люди получали хорошие зарплаты Люди прикипели к месту И куда им теперь ехать То есть это касается Ну тысяч людей Там это сотни семей То есть здесь вопрос еще о новых рабочих местах Вопрос о сохранении существующей инфраструктуры И возможно о создании новых рабочих мест Потому что военные уедут То есть объект будет гражданский И соответственно Гражданским специалистам Надо будет создавать и рабочие места И эту инфраструктуру в дальнейшем Я думаю Все эти вопросы будут проработаны В том числе региональным правительством Которое Поверьте мне Уже Достаточно длительное время Эту ситуацию Держит руку на пульсе Как говорится И Уделяет ей большое внимание Буквально на днях губернатор обещал На заседании дискуссионного клуба «Вечерний» Ответить на все вопросы общественности Как раз по будущему объекту Да, мы об этом сообщили уже На другую тему перейдем Еще у нас хотят перерабатывать пластик И установили уже контейнеры По городу начали устанавливать контейнеры Для сбора пластика Раньше уже ставили Я помню Было их даже несколько Но это не сработало Не сработало Наверное по нескольким причинам Во-первых, потому что люди Сами не рассортировали Во-вторых, потому что Компания, как оказалось Которая увозила эти контейнеры На полигоны Сваливала все в одно место Вот что должно быть сделано Чтобы сработало Ну, пока вот это По большому счету Установка сеток Так называемых Для сбора пластика В городе это абсолютно частная инициатива Куприд только с осени планирует Ну, региональный оператор Устанавливать контейнеры Для раздельного сбора Вначале в школах и учебных заведениях Это они мне на рабочей встрече сообщили Затем этот опыт распространять И на город, и на всю область По большому счету Сейчас идет обкатка будущих технологий Потому что Хотя еще полгода назад Когда я говорил, что раздельный сбор Будет введен в течение короткого времени Мне никто не верил На сегодняшний момент, когда есть поручение Премьер-министра Мы должны со следующего года Перейти на раздельный сбор Со следующего года Перейти на учет отходов по факту Ну, то есть мы можем Либо как с мусорной реформой Затянуть все до последнего момента И резко на ходу все штопать Либо сейчас откатывать Вот какие-то технологии Вопрос даже не в установке Отдельных контейнеров Это целая инфраструктура Вот как в Подмосковье Там есть мусоровозы двух типов Это синие мусоровозы Для отходов, ну, общих, грубо говоря Да, и серые мусоровозы Для сортированных отходов У нас тоже должны появиться Раздельные мусоровозы Иначе контейнер Можно погрузить в мусоровоз А вот эту сетку Ее надо как-то по-другому разбирать И на другой машине это вывозить Это реально для Кирова Вот такие вот вещи Это не то, что реально Это мы обязаны будем сделать Почему обязаны? Потому что уже есть принятое решение Что деньги, например, на рекультивацию Полигонов закрытых Будут получать только те регионы Которые перешли на раздельный сбор отходов А нам нужны деньги, например, на Костина На Костинскую свалку Нам нужны деньги на Вахрушевскую свалку Проекты уже есть Огромное средство Мы их не получим Если на раздельный сбор не перейдем Но самого главного пока нет Куда везти мусоры? Нет На какие предприятия? Нет объектов Точнее, нет системы Мотивации граждан На раздельный сбор отходов То есть, очевидно Это мы обсуждали На первом всероссийском Экологическом съезде В Челябинске Съезде «Чистая сторона» Должны быть разработаны И приняты механизмы Экономической мотивации То есть, их может быть два Первое Либо те, кто сортирует отходы Мы принимаем общим собранием Собственников дома решение Об установке контейнеров Раздельного сбора После этого нам должны снизить тариф То есть, он должен быть ниже Потому что мы экономим деньги Регионального оператора На сортировку этих отходов Мы их сами сортируем Мы должны платить меньше Либо второй механизм Который предлагался в Челябинске Дома, которые сортируют отходы Должны получать возврат От регионального оператора То есть, он же продаст Эти вторичные отходы Получит деньги Это не должно быть его прибылью Это должны быть деньги Жильцов на квартирного дома Которые мы будем тратить На свои нужды На ремонт контейнерной площадки Или на ремонт фасада Как мы захотим Пока этих механизмов нет Они разработаны будут до конца года Это уже все необходимые поручения Они будут 100% Что касаемо Вашей реплики По поводу того, куда это вести На сегодняшний момент Российские объекты По переработке Пластика, стекла Вторичных отходов Загружены только на 40% Это официальная информация Министерства промышленности Торговой и Российской Федерации А насколько далеко Ближайшие из них от нас Чтобы все деньги, которые выручат оператор Не ушли на дорогу Пластиком занимаются Несколько предприятий В Кировской области Уже То есть они делают Из этого гранулят Но не из всего пластика Это прежде всего Пэт-тара Бесцветная То есть она наиболее легко Перерабатывается Есть предприятие По переработке шин Но на самом деле Вопрос, который вы задаете Он важный Потому что Общались с коллегами Из Казани Они везут У них уже есть Пилотный проект По переработке По раздельному сбору отходов В набережных челнах Например, стеклобой Они везут За 2500 километров В южные регионы России Сейчас поставлена задача Сформировать реестр Общероссийских предприятий Которые Занимаются Переработкой И утилизацией отходов Сформировать Механизмы их поддержки Чтобы мы понимали И была доступная база данных Куда это Просто легко и близко везти Потому что, конечно, если это везти за 2000 километров Это не бизнес Ни для граждан Ни для регионального оператора В целом Интерес к теме есть Вот слышал уже В Куменах Возможно, мы об одном предприятии говорим Строится предприятие По переработке вторичного сырья Есть другие бизнесы Инициативы Я думаю, когда появится На региональном рынке Уже выбранный объем Этого вторичного сырья То появятся и бизнесы Которые будут с ними работать У нас сейчас перерывы Полминутки И вернемся в студию Продолжается программа Особое мнение У микрофона Мария Кожевникова Напротив меня Вице-спикер УЗС Координатор проекта Чистая страна В Кировской области Роман Титов Роман, еще хочу рассказать Собственный опыт Недавний Решила Тоже начать сортировать отходы И накопила Три пакета Пластиковых бутылок Но, не зная технологии Их не помыла Просто прессовала И складывала Оказалось, что Все их нужно было Для того, чтобы У нас в данный момент В Кирове сдать Их нужно было промыть Просушить И только потом Вот в таком вот виде вести Но смотрите Если это же самое Будет требоваться И При опускании в контейнеры Ну, это практически нереально Не будет этого требоваться Конечно, будут попадать Ну, какие-то вот Например, цветные бутылки Которые пока сложно переработать Невостребованное сырье Вот Но в целом Требования В регионах Которые уже успешно перешли На раздельный сбор Они минимальные Ничего там отмывать не надо Предприятия, которые Получают это сырье Они сами его умоют Сами доводят До нормативного состояния То есть Просто кидайте бутылки В сетку В так называемую И все, и проблемы решены А почему сейчас Такие требования? Ну, потому что На рынке в настоящий момент Нет крупного игрока Вот работают Все понемножку Какие-то стоят Контейнеры бывшие Пакирово Раскрашенные в цветодымке Там какие-то отходы собирают На мой взгляд Всем бизнесом По вторичному сырью Точнее, не бизнесом Вот входным окном В бизнес по второму сырью Должен быть региональный оператор То есть граждане Кидают вторичное сырье В баки регионального оператора А он дальше занимается Распределением их Это крупный объем Это возможность Это выгодно продать Это возможность Загрузить предприятие Вот по три пакета Но при всем уважении Это мало Для того, чтобы Вы, наверное, больше на проезд Потратите до ближайшего пункта Сдачи второго сырья Чем получите от сдачи Этих бутылок Ну, конечно Просто я столкнулась с тем Что моя инициатива Как-то вот Сразу Начала Натыкаться На какие-то препятствия Это этап становления рынка Мы, по большому счету Вообще должны уйти От этих пластиковых бутылок Сейчас вводится Так называемая Стопроцентная Расширенная Ответственность Производителя То есть предприятия Которые разливают Например, напитки В необоротную тару В невозвратную тару Они будут платить Деньги государству В государственные фонды За то, что они делают Эту самую пластиковую тару Которая потом Не разлагается Сотни лет в почве То есть И на эти деньги Будет создаваться Новая инфраструктура В некоторых странах Уже начинают запрещать Например, пластиковые стаканчики Ну, пластиковые стаканчики В России будут запрещены Скорее всего С 2021 года В Евросоюзе Примерно в то же самое время Цветные бутылки Пластиковые запрещены В Японии Уже несколько лет К используя Только прозрачные Потому что они Легко перерабатываются То есть Конечно, мы догоняем Здесь другие страны Но последние месяцы Наверное, мы начинаем Семьмильными шагами догонять Потому что раз И раздельный сбор Реско Раз и переход на факт О чем многие люди просили И на личных встречах Со следующего года Это уже реальность То есть Когда мы будем платить За фактически произведенный Объем отходов А не по каким-то нормативам Которые и у вас И у меня вызывают Огромные вопросы Ну, будем надеяться Да, что так и будет И все еще мусорная тема Мы ее продолжим В регионе Хотят возобновить работу Семи уже закрытых свалок В районах области По разным причинам Сейчас они не работают Где-то Все документы в порядке Но не пройдена Вовремя экспертиза Вот эта инициатива На ваш взгляд Это хорошо или плохо? Вот здесь важно понимать Ради чего Накануне Нового года Буквально в конце Осенней сессии Депутаты Государственной Думы Приняли Поправки в закон Федеральные инициативы Разрешающие Введение в эксплуатацию Только до 2023 года Ну, свалок, грубо говоря Выведенных из оборота То есть это было сделано С двумя целями Во-первых В регионах С большим транспортным плечом Снизить нагрузку На граждан Во-вторых В регионах Где не хватает объектов Ну, просто действующих полигонов А есть регионы В которых Один полигон всего лишь У нас 23 объекта В реестре Продлить срок службы Ну, то есть Чтобы было куда везти Потому что иначе Просто, ну, коллапс мусорный Возникает Поэтому Принимая такое решение Органы власти Должны быть Уверены А В том, что они защитят Интересы граждан И снизят тариф То есть Без снижения тарифа Эта идея бессмысленная Это выгодно рекоператору Но не выгодно гражданам Поэтому мы должны На собственном кармане Ощутить снижение тарифа После ввода Этих семи объектов Второе Ну, точно надо просчитать Стоит ли овчинка выделки Почему? Потому что После 2023 года После закрытия этих полигонов Придется тратить Огромные деньги на их рекультивацию Собственникам Плюс сейчас нужно вложить Некие деньги Чтобы они начали работать Сейчас это небольшие деньги А представляете Сколько надо будет заплатить В 2023 году За рекультивацию полигона Который вот С 2019 по 2023 год Заваливался Отходами Гигантские деньги Если Областной бюджет Районный бюджет Не предусмотрит этих средств Это значит Что на входе Были приняты ошибочные решения Я знаю Что было проведено совещание Но буквально там Накануне этого совещания Только-только появилась Федеральная нормативная база Разъясняющая порядок Ввода этих объектов Не надо думать Что мы сейчас Любую свалку тут введем Не санкционирование Там порядок Очень жесткий Строгий И только по согласованию С министерством Федеральным министерством Это можно делать Но еще раз повторюсь Эффект должны ощутить граждане В виде снижения тарифа А вот если говорить Не только о деньгах Но и об экологии Я хочу зачитать Комментарий Бывшего редактора Бизнес-новостей В Кирове Александра Грислиса Вот он написал В моем родном поселке В Апаринском районе Как раз вот такая свалка Работу, которую хотят возобновить Она типа соответствует нормам Да там гора Двадцатиметровая мусора По которой ходят крысы и волки А дальше что будет? Ну это еще один вопрос Который нельзя не принимать Во внимание Кстати Вот что важно Здесь Пусть законом Там общественное обсуждение Не предусмотрено На мой взгляд Они должны обязательно пройти В инициативном порядке Люди точно должны знать Что будет происходить С этими закрытыми свалками После их возврата в эксплуатацию Как они будут эксплуатироваться Как будет осуществляться Экологическая защита граждан Вообще От негативного их воздействия И Александр эти же самые опасения Высказывает То есть вот мое мнение Решения по вводу этих объектов Должны быть штучными Очень-очень просчитанными Как с финансовой Так и с экологической точки зрения И это по большому счету Чрезвычайные решения должны быть То есть вот Иначе нельзя Вот как ввести в эксплуатацию Если этого можно не делать То этого делать не надо Но это Повторюсь Это и деньги И здоровье граждан И серьезные Экологические возможные проблемы Ну в общем-то Чиновники как раз О том и говорят И вот Алла Албегова Министр охраны окружающей среды Говорит о том Что по каждому объекту Отдельно будет приниматься решение И вот хочу еще Цитату Аллы Албеговой Сейчас озвучить Она говорит Это свалки Которые фактически Имеют такую же инфраструктуру Что и полигоны У нас в регионе Этому соответствуют Семь объектов Вот как раз Эти семь объектов Но подождите Свалки и полигоны Я думаю что Как это можно сравнить Алла Викторовна Неосторожно Скажем Неосторожную формулировку Очень допустила Потому что Что такое полигон Современный полигон Тут напрашивается Сразу сравнение Это защитные мембраны Это защита Почв грунтовых вод Это основание Недеформируемое Это современные технологии Обращение с фильтратом То есть Это вот та жижа Которая образуется При эксплуатации полигона Если нету Снизу Собственно говоря Этих мембран Она в почву пойдет Вот я предположу Что не все Из этих объектов Соответствуют Требованиям К современным полигонам Иначе они были бы В реестр включены Иначе они были бы Уже действующими То есть Почему их не включили Да потому что Не соответствуют Вот Сейчас Какие-то может быть Можно там подтянуть Поставив там весовую Поставив какие-то Защитные там устройства Какие-то Наверное Подтянуть нельзя Поэтому еще раз Очень вдумчиво И ответственно Надо подходить И люди точно должны знать Инициативно А не постфактум Что будет происходить С их С валками А вот то что вы сейчас Перечисляли Характеристики Это характеристики Те которые есть На полигоне В Осенцах Верно? Это Осенцы Это Оричи Это Просницы В Чапецкого района То есть Ну еще ряд объектов Которые Ну можно назвать Полигонами Без натяжки По Осенцам Ну По Осенцам вопрос Да То есть Судьба дальнейшего объекта Не очень пока понятна Поэтому Наверное В том числе И рассматривается Вопрос По этим объектам Потому что Ситуация неопределенности Вы имеете ввиду Вот эти суды Да Объемы куда-то Надо будет размещать Ну предположу У меня нет точной информации Вы имеете ввиду Что может случиться Такое Что Возить в Осенце Будет нельзя Или о чем Конечно Это может случиться Вот Слушатель Наш спрашивает К сожалению Не представился На сайте Он задал вопрос Цитирую Вы сейчас За полигон В Осенцах Или против Раньше были против А теперь Вот это Упрощение И вопрос На который я уже Не раз отвечал Я Против объекта Который строится Без информирования Граждан Без учета мнения Граждан Без ознакомления Граждан с проектной Документацией С небезопасными Технологиями Материалами Напомню Что после Протестов После того Как губернатор Кировской области Поддержал Инициативу О создании Рабочей группы По Осенцам С участием Местных жителей Где я принимал Участие Люди Ознакомились С проектной Документацией Были ряд Проектных решений От использования Например Российских мембран Отказались Использовали Самые дорогие Немецкие мембраны И т.д. И т.п. Появился проект По строительству Сортировки Отходов Которого не было Изначально В Осенцах Я против Объектов Которые строятся Без учета Мнения граждан И с нарушением Законодательства И технологических Процессов То есть вот так То есть если Все эти моменты Соблюдены У меня нет оснований Быть против этих объектов Ну в Осенцах Согласований с людьми Я так понимаю Не было все таки Общественные слушания Прошли действительно формально Это нельзя отрицать И это урок Для всех тех Будущих слушаний Которые должны проводиться В Кировской области Вот 10 людьми Сотрудниками администрации Вы слушания Не проведете И проблемы Не снимете Впоследствии Там постфактум Эти слушания Были Фактически проведены Потому что Ни один И ни два формата Были когда люди Могли Все вопросы снять И все проблемы Там Ну найти их Решения Или подтверждения Или опровержения В проектной документации Или изу специалистов У нас сейчас реклама Полторы минуты Особое мнение На 101FM У микрофона Мария Кожевникова Напротив меня Вице-спикер УЗС Координатор проекта Чистая страна В Кировской области Роман Титов Роман Перейдем к следующей теме В Зонихе На частной территории Поставили памятник Сталину Скоро открытие В это воскресенье Валерий Турулов В нашем эфире Сказал, что Сейчас идут разговоры Еще и об установке Бюста Сталину Рядом с памятником Дзержинского Который недавно поставили В Кирове Вот такие вещи На ваш взгляд Пусть даже на частной территории Это делается Нужно с людьми обсуждать? Ну, мне кажется Когда это делается На частной территории А речь идет О частной территории В Слободском районе Насколько я помню Где Бюста Сталину Да, территория отдыха Можете установить Что угодно Если это изображение Законодательством Не запрещено Что касается Городских пространств Ну, здесь вот Много ведь было споров По поводу Памятника Дзержинскому Все-таки он был установлен И сейчас Новая инициатива Вот Я бы здесь Наверное Разделил На два направления То есть Первый Который Касается Личности Да, то есть Вот Протестовали же не против Там изобразительного Решения Памятника Дзержинскому Или там Памятника Сталину А против установки Памятников Историческим Личностям Да, политическим Деятелям Да Многие говорят Что такие памятники Народ не сплочают А разделяют И нужны ли они Вот это Наша Общая Российская Головная боль Когда мы воспринимаем Нашу историю Как Вот Есть какие-то цари Хорошие Есть плохие Есть какие-то Великие деятели А есть какие-то упыри Которые кровь пили Но всем при этом Наверное Надо учиться У коллег Там У наших соседей У Других государств То есть Если там Например Тогда в Америке Можно не ставить памятники Джорджу Вашингтона Потому что он был Рабовладельцем И жестоко нарушал Права чернокожего населения Когда там был жив То есть Эти люди Оставили след В истории России След неоднозначен Но вообще Ни у одного человека Не бывает Означенной истории Не бывает Абсолютно хороших людей Там может быть За исключением Святых Например Но эти люди Оставили след в истории И отрицать их влияние Влияние того же Сталина На российскую историю Сложно И наверное Человек Достоин того Чтобы его Имя и память Были увековечены Напомню Душь Сталину По-моему до сих пор Стоит у Кремлевской стены Но Это вот первое То есть Мне кажется Нет личностей В нашей истории Которым Добившись успеха Известных Рокривших государств Которым нельзя было Поставить память То есть лично Вы не против По поводу личности Никаких вопросов Нет По поводу Того что Вот где-то в городе Ставить А вот здесь Как раз проблема Потому что Вот на мой взгляд Нам не хватает Опять же Технологии Именно технологии Понятные процедуры Обсуждения Инициатив По созданию Чего-либо В городском пространстве С населением То есть Вот недавние Развивающиеся ситуации В Екатеринбурге Да Когда без согласия Населения Решили построить Построить храм И опять же Не было вопросов У меня Не было вопросов К личности Это Человек Руководивший Нашей стороной Это человек Который Претерпел Мученическую смерть Он достой Вековечения Вопрос в том Что без обсуждения С людьми Этот памятник Решили поставить На набережной Которая любима Которая посещаема Всеми кировчанами Вот Инициативно Был бы Благодарен Нашей городской администрации Если по нерегламенту Размещение Объектов Памятников Таких Сами инициативно Разработали И по нему В дальнейшем шли Что у нас Непонятные людям Памятники И арт-объекты Не появлялись К другой теме Перейдем резко Обещают Что с введением Путепроводом Не будет Транспортного коллапса Об этом говорят чиновники Сейчас эту проблему Обсуждают Ищут пути решения Например Сохранить работу Железнодорожного переезда По улице По требкой операции А не закрыть его Как изначально предполагалось Все для того Чтобы не было пробок В том районе Почему все эти вопросы Сейчас решаются А не когда Путепровод начинали строить Слушайте Ну вообще Проблема же Не в путепроводе Проблема в том Что в Кирове Был построен Огромный микрорайон Для решения Транспортной проблемы Которого Пришлось привлекать Гигантские Миллиардные средства Из федерального Регионального бюджета Это вопрос К планированию Развития городской среды То есть Без путепровода Дальнейшее развитие Чистых прудов Это ну Некий коллапс Да Был бы там Уже и так Под мосты И пробка огромная стоит То есть Вопрос в том Что больше таких районов Не возникало Для того Чтобы решить Проблемы которых Там люди Деньги заработали Квартиры продали Значит А потом Область и федерация Платят миллиарды Чтобы решить Транспортную проблему Такого быть не должно Пока на мой взгляд Сложно оценить Пассажиропоток Который пойдет По этому мосту Надеюсь Что действительно Проблем не будет Но на мой взгляд Вот уткнулись Во что Наши городские власти В то что Была разработана Изначально Разработка Точнее Была заказана Разработка Стратегии Дорожной Нашей транспортной Подрядчику Иногороднего Подрядчика Провалила Там в том числе И ситуация с путепроводом Должна была бы Быть просчитана Не стрелочками Как бы А с конкретными Объемами Но надеюсь Что все же Транспортного коллапса В районе улицы Щерса не будет Надо регулировать Светофоры Надо Смотреть Что можно сделать С поворотами С организацией Дорожного движения И однозначно Надо будет Модернизировать Следом за вводом Путепровода Всю уличную дорожную сеть В окрестном микрорайоне В том числе С учетом Возможного Расширения улиц Щерса Потому что У нас 6 полос Ну то есть По 3 полосы В каждом направлении По путепроводу Переходят 2 полосы Например По улице Попова По направлению В центр города То есть И Наверное Дороги должны быть Расширены Ну вот сейчас Видимо Ведется какая-то работа Не знаю Настолько она Глубокая и широкая Или нет И будет ли Транспортный коллапс Мы конечно Увидим Но вот Может этого Не увидеть Главный Человек Который Сейчас За дороги Области Отвечает Министр транспорта Михаил Поршнев Говорят Может От нас уйти Вы об этом Что-то слышали? Ну Слышал Может и уйти Но пока Официального Указа губернатора О Поршневе Нет Соответственно И как-то Официально Прокомментировать Я не могу Информацию Такую Услышал Но Официального Ее подтверждения Не вижу А вообще Вот эта вот история Когда от нас Уходят Один за одним Главные Можно сказать Люди В области Да Недавно ушел Зампред Максим Кочетков Буквально На днях До этого Опять же Зампред Кадыров Вот Что происходит Почему Такая кадровая Чехарда И как она Может на работе Правительства Сказать На мой взгляд Знаете Когда С обычного Предприятия Уходят Или приходят Сотрудники То это не сильно Кого волнует Нормальный Рабочий Процесс Люди пришли Сделали дело Люди имеют Право Уйти Тем более У всех этих Людей Которых вы называли Есть свои Конкретные результаты У нас знаете В Кировской области Принято бояться Двух вещей Первое Это когда Люди приходят Варяги Да у нас Сразу возникает Вопрос И когда люди уходят Ой что же будет После этого Вот ради интереса Поднял Статистику По руководителям Нашей Кировской области За последние 50 лет И Оказывается Люди уважаемые Которые Ассоциируются Абсолютно С Виатской землей Которые любимы Они Практически Все были Варягами Серегенков Родился В Удмуте Соответственно Беспалов Иркутск Петухов На Дону Осминин Это первый секретарь Обкома КПСС Вологде Паузин Нижегородская Область То есть Варяги Всегда были На Кировской области То есть Какая разница Люди Которые Ассоциируются Абсолютно С Виатской землей Например Соломон Борисович Сахар Или Раевский Наш знаменитый Дирижер Или Владыка Харисанов Они все были Иногородние Но они стали Виатскими И абсолютно Ассоциируются Как родные Близкие люди Виатка Всегда была Славна тем Что к нам Приезжали Оставляли здесь Хорошее И уезжали Отсюда Продолжать Карьеру Или оставались Здесь Как многие Из тех Кто здесь работал И сроднился С Виатской землей Не вижу ничего страшного Абсолютно Рабочий процесс И На сегодня Правительство Работает Как отлаженный Механизм Вряд ли Что-то изменится В негативную сторону Точно Тем более Что все Специалисты Все исполнители Которые и формируют Решения Они на местах Они продолжают Свою работу Ну то есть Вот как многие Говорят Чиновники От нас Бегут Это Никто не Сбегает Люди Кто-то остается И работает С самого начала И будет продолжать Работать Кто-то Уходит Но по вполне Понятным причинам Сделав Немалое дело Слушайте У нас Кировская область Там В рейтинге Лучших регионов По лесному хозяйству Наверное В этом заслуга Максима Николаевича Кочеткова Поршнев Сделал очень много В дорожном хозяйстве И огромное Ему спасибо За это Время нашей программы Подходит к концу К сожалению Роман Спасибо вам большое Удачного вам дня И удачного дня Всем слушателям До свидания Особое мнение На 101FM